Что вы знаете о кардамоне, одной из самых популярных пряностей Индии, знакомы с его целебными свойствами? Может слышали, что индусы постоянно жуют кардамон, объясняя это полезными свойствами растения? И действительно, райское зерно, как еще называют эту пряность, в краткие сроки усиливает иммунитет, что очень важно в такой жаркой и густонаселенной стране. Могут ли позаимствовать опыт более холодные страны? Более чем! Поэтому в этом ролике мы расскажем вам о полезных свойствах зеленого кардамона и дадим пару советов, как его применять. Чем же так полезен кардамон? Улучшает работу слюнных желез. Это очень полезное свойство, потому что именно слюна является первым пищеварительным ферментом, который готовит пищу к другим процессам пищеварения. Дезинфекция ротовой полости. Кардамон обладает антисептическими свойствами, уничтожает патогенную флору в слизистой оболочке ротовой полости. Снимает болевой синдром при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Улучшает работу сердца и стимулирует кровообращение. Доказано, что кардамон смягчает течение ишемии сердца. Разумеется, это не означает, что необходимо прекратить лечение ишемии и полагаться только на кардамон. Он не лечит ишемию, но помогает чувствовать себя лучше. Оказывает дилатирующий эффект по отношению к стенкам кровеносных сосудов, снимая их спазм. Именно сужение кровеносных сосудов приводит к патологиям сердечно-сосудистой системы, повышает давление и делает кровь более вязкой. Кардамон в составе комплексной терапии помогает расслабить гладкую мускулатуру стенок сосудов, тем самым облегчает циркуляцию крови. При повышенной функции щитовидной железы кардамон рекомендуется для ее снижения. Но не переусердствуйте, потому что недостаточность функции щитовидной железы может привести к очень печальным последствиям, вплоть до развития онкологии. Кардамон помогает при бронхитах и респираторных инфекциях. Он обладает отхаркивающими свойствами, стимулируя кашлевой центр и разжижая мокроту в брунхах. Однако тем, кто страдает астмой и любыми другими аллергическими реакциями, стоит сначала убедиться в отсутствии аллергии на кардамон, прежде чем использовать его в лечебных целях. Стимулирует работу селезенки, улучшает работу почек. Как применять кардамон? Кардамон можно использовать в качестве специи для кондитерских изделий. Для этого подойдет именно зеленый кардамон. Именно благодаря ему имбирное печенье обладает таким пикантным вкусным ароматом. Черный же кардамон подходит в качестве приправы для блюд из бобовых культур. Также вы можете использовать кардамон вместо жевательной резинки для того, чтобы освежить дыхание после еды. Просто жуйте его в течение дня. Рецепты напитков с кардамоном. Предлагаем вам несколько рецептов чудодейственных напитков с кардамоном. Вкусное молоко с кардамоном перед сном. Подогрейте молоко и добавьте в него немного кардамона. Дайте немного постоять и наслаждайтесь прекрасным белковым напитком, который при этом не будет стимулировать формирование слизи в организме. Молоко стимулирует производство слизи, а кардамон нейтрализует эту особенность молока. Таким образом, вы получите напиток с высоким содержанием белка и кальция, обладающий при этом непревзойденным экзотическим вкусом кардамона. Зимний поливитаминный чай. Приготовьте пряный зимний чай с кардамоном. Для этого возьмите немного плодов облепихи, клюквы, порезанное яблоко, цедру апельсина и лимона. Залейте смесь кипятком, добавьте палочку корицы и кардамон по вкусу. Чудесный зимний чай готов к употреблению. Еще в него можно добавить имбирь, гвоздику и анис. Такой чай убережет вас от простуды и согреет зимними вечерами. Расскажите в комментариях, знали ли вы о таких полезных свойствах кардамона? Как вы его используете дома? Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самого полезного для здоровья и долгой жизни. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!